здравствуйте друзья мы едем под дождичком работу вторник 2 декабря и я отвечаю на вопрос много было кстати вопрос об этом не единственный на эту тему это событие в городе фергусон это предместье сан-флуисом и значит вот убили подростка ну как подросток там лет 18 парню 17 18 и белый полицейский застрел значит черного подростка и если вы полицейский был черный никто бы можете слова не сказал если вы подросток был тоже белый может быть тоже никто бы слова не сказал но тут получается что подросток черный полицейский белый и дальше мы находимся в ситуации как бы с расходящимися показаниями которые есть по поводу происходящего значит там довольно много есть свидетелей и их показания диаметрально расходятся из-за чего вообще там вся история возникла мне не история не потому не почему его убили а почему такие протесты были большие дело в том что вот этот погибший он такой криминальный человек то есть вот есть у него есть рак криминальный ребенка он как бы не 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 тоже там овечка какая-то или так далее но в данном конкретном случае вопрос был в том что другие пацаны которые с ним были в этот момент я думаю так так же как бы или криминальные или склонные там или так далее вот эти пацаны начали говорить что полицейский застрелил его в условиях когда тот стоял спать с поднятыми руками вот он стоял с поднятыми руками а полицейский все равно в него выстрел и вот этот факт ну как бы в изложении пацанов афроамериканских вызвал жуткое возмущение и вот пошли демонстрации там и так далее что как это так бы полицейский стрелял в черного подростка значит невинную овечку который стоял с поднятыми руками ну а дальше значит ну там судили рядили значит заслушивали показания и так далее разных свидетелей значит выясняется такая история что довольно много народу рассказывают что этот самый застреленный избивал полицейского причем избивал не на шутку и пытался отнять у него пистолет вот и у парня там на лице ссадины это все задокументировано есть фотографии так далее то есть речь шла ну вот как полицейский говорит и как говорят очень многие люди которые там присутствовали речь шла вообще спасение человека защите жизни его потому что его его просто бы убили и соответственно вот есть две разные точки зрения и есть как бы показания с двух разных сторон и вот что дальше происходит дальше происходит вынесение вердикта суда за пару недель до вынесения вердикта феркусон съезжаются люди чтобы там значит устраивать выступление они как бы значит съезжаются и полицейского оправдывают он правда вынужден был уйти из полиции но несут его оправдывает он уходит без бенефитов которые положены там за хорошую службу уходит как бы сам уходит и и вот они в нескольких городах устраивают такие я бы сказал погромы если бы это были мирные шествия какие-то с протестами там ну как обычно да никто бы внимания не обратил уходит тут значит в лос-анджелесе в сан-франциско в нью-йорке вот они значит выходят и устраивать небольшие погромы небольшие потому что группы этих погромщиков крайне незначительные по в количественном отношении но то есть если вы подойдете к ним вплотную и будете вот так снимать или допустим издалека там объективно ведете чтобы снимать одного или двух то покажет что там бесчинствует толпа там многотысячная но в принципе речь шла о нескольких десятках иногда там пару-тройку сотен человек то есть как бы не то чтобы мы имеем дело с каким-то таким социальным каким-то большим какие-то мощным явлением что-то по сотряснуло сотрясло страну нет даже близко я уже не говоря о том что вчера например в том же фергус они 17-летний подросток из позднее то есть они до сбежали оттуда их там резали значит а теперь вот так вот его два других подростка один черный другой латино молотками забили насмерть он четыре часа умирал в больнице его пытались спасти не могли спасти полиция сразу же отказалась рассматривать это дело как расово мотивированное хейт-крайм а это не хейт-крайм это пацаны там туда сюда не дай бог что ты белого убили цветные там как можно сказать что это хейт-крайм поэтому значит вот такая ситуация значит есть два фактора я считаю существенных в этом помимо того что реально произошло там и тогда есть два фактора значит первый фактор состоит в том что в стране есть отстойные депрессивные какие-то места можно сказать гетто где живут люди вот допустим город фергусон там 70 процентов населения значит черные конечно они ненавидят этих боснийцев которые понаехали черные откуда еще и белые там и хотя и мусульмане вроде но в общем вот вот ненавидят да им плохо им некуда деваться правительство вместо того чтобы озаботиться тем чтобы эти гетто значит ну как сказать расселить заняться образованием заняться трудоустройством заняться тем чтобы люди ну как бы влились в американскую жизнь они не живут в америке понимаете эти люди не живут в америке они числятся но не живут им недоступно то что есть в америке для человека вот они живут в каком-то своем мире и вместо этого хотят легализовать там пять миллионов значит декретом президента вот раз бабах пять миллионов человек легализовали эти пять миллионов человек завтра как только у них разрешение на работу появится они станут равны вот этим живущим фергусоне с точки зрения найма они станут более желанны с точки зрения найма потому что они таки да хотят работать зарабатывать на никуда торгутся там и так далее а если всех 11 миллионов и приходит вообще будет класс так вот политикам им гораздо проще вот что-то такое сделать а дальше трава не растет придумали в элфер когда-то и в итоге оказалось что в элфер разрушил афроамериканскую семью 70 процентов детей афроамериканских рождаются в семье неполной где нет папы может он где-то там болтается но не женится чтобы они там могли бенефиты всякие получат в элферы там вот стемпы тогда поэтому создали целую целые поколения людей которые живут не работая на социальных пособиях вот вот они живут не работают а и они требуют прав потому что их же вырастили такими они даже не знать как это работать вот чего вдруг работать а хотели как лучше пойти и вот сделали такую систему я вспоминаю другой случай это пример второго чего что это сказать факторы в начале 90 я думаю это был где-то год 91 наверное а может быть 92 вот это там 91-92 год было такое дело по избиению родные кинга если вы на английском захотите поиск сделать там где-нибудь в википедии или там google родные кинг битинг родные кинг битинг и там была такая история был отморозок но вот случился случилось так что он был афроамериканцем вот такой громадный отморозок криминальный бугай двухметровый под наркотиками ехал по хайвею не останавливался за ним там один полисейский второй там несколько машин они его гнали несколько там довольно продолжительное время пытались его остановить в итоге его остановили и а он будучи под наркотиками пытался что-то доказать возмущаться что-то там руками махал там он 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 не боялся полисейских и по инструкции значит он должен был лечь лежать на земле и и не рыбаться и по инструкции если этого не происходит они должны бить его дубинами пока он не будет лежать тихо да и не даст им значит там надеть ему наручники там сделать все что положено все необходимые там процедуры выполнить а он не соображал и кто-то и это начало 90-х можете представить тогда не было селфонов вот как сейчас что каждый мог там записать чего-нибудь но кто-то на любительскую камеру с какого-то холма издалека чего-то записал как это как они его били его ты смотришь на эти кадры они полу такие ну как сказать фиг там поймешь чего происходит на самом деле не видно кто не видно что то видно что значит четыре мужика полицейских мужика значит бьют палками вот какого-то черного и вот эти кадры опять облетели всю страну облетели всю страну и давай судить значит этих мужиков за то за избыточное применение силы ну и судили суд был я боюсь сказать это по санта моники где-то или там в окрестностях санта моники и белый район ну и собственно они по инструкции действовали что да что они это самое ну и так их и оправдали их оправдали и тут началось восстание в лос-анджелес там есть район south east там пара миллионов значит афроамериканцев компактно проживают а время-то рецессия с работой плохо у них еще там знаете в этих местах в то время корейцы новые эмигранты приобретали магазины потому что в хорошем месте у него на магазин денег нету ну такой там деле store там я не знаю жевачка пиво такого плата и вот корейцы они по-английски толком не говорят они целые семьи в этом магазинчики работают соответственно они там черных не нанимают соответственно черные их ненавидят то есть они пришли туда где мы живем и тут значит еще нас не нанимают короче начинаются погромы вот именно там где они живут они не пошли там беверли-хиллз нет они вот там где они живут начинают громить это корейские магазины эти несчастные погибает десятки людей в город вводится национальная гвардия их там несколько дней там эта гвардия сжимает кольцо все это с вертолетов снимается видно как убьют как убивают видно это показывают по телевизору видно как корейцы там за день-другой сорганизовались ходят по крышам своих магазинов с вертолетов все это снимается ходят с пулеметными ручными на перевес там никто близко к ним уже не подходит ночью вот вот такой кошмар после этого думают но раз такое дело давайте тогда будем их еще раз судить в другом месте теперь где значит мол не 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 сплошное белое это самое присяжные не не сплошняком белые и и значит переносит этот суд в другое место и этот суд в другом месте приходит к тому что двое из них значит виноваты а двое из них не виноваты и короче двоих отпускают с миром а двоих там не знаю какая к ней мера была принята может быть даже и посадили там уж с должности точно там увольняли и так далее мало того этот родний кинг раз уж такое дело значит судит сити офф лос-анджелес но тут же адвокаты прибежали такой кейс говорят давай будем город судить за то что городские полицейские тебя значит так и сбортовали и отсуживает от города я боюсь собрать там миллионов 5 его заплатили за страдание после чего его неоднократно арестовали за значит снятие проституток за наркотики за все там я не знаю дела такого плана и вот я просто к чему рассказываю значит вот вам образец того что такое justice справедливость значит вот на этом углу судили одна справедливость на том углу судили другая справедливость и это довольно странно воспринимается я я например до сих пор как бы считаю что преступление лип совершено либо нет тоже не суть важно кто на это смотрел и в конце концов судья же есть кроме присяжных ну в общем что тут сказать система такая она так работает поэтому как бы получается уже социальный такой выброс да он сказывается на принятии решений там вот эти даже сам факт того где судили видите уже определяет вердикт значительной степени судили тут получилось все белые судили там судили тут получилось что отпустили всех судили тут оказалось что двое виноваты просто от места от социального давления безусловно которые там сверху на и ты не можешь его избежать как бы ты не я имею ввиду присяжные не могут избежать как бы не как бы провозглашалось что они не участвуют и никакого личного интереса не имеют там и так далее так что в некотором смысле мы имеем вот вот это вот вот я помню тогда знаете показывали по телеку там все время дошли в эти сюжеты и там показывали каких-то профессиональных чуд ну дать есть профессионалы вот они профессионально разговаривают там о жизни черной комьюнити там о притеснениях там и так далее и вот выступали такие черные профессиональные люди которые значит им говорят ну как же вот вы посмотрите вот на этих вот леснующихся в лос-анджелесе они же убивают людей они же грабят магазины они же это же это же просто криминал уже такой что клейма ставить негде это же не возмущение граждан это же преступники и они говорят это наша комьюнити это протест нашей комьюнити там и тогда я думаю боже что что говорят эти люди то есть вот эта вся комьюнити преступников то есть еще раз это это ну вот надо быть надо видеть надо как бы быть частью этого чтобы как там может быть лучше понимать даже со стороны это трудно понять формально формальным размышлением это тоже не по невозможно понять потому что формальному размышление в это не имеет никакого смысла это это бессмыслиться все вот вот как это происходит но это так происходит так сложилось поэтому есть желать если бы тебе пограбить им только повод нужен их немного но вот там тут сотня там 50 человек там это далее есть средства массовой информации который из этого делают большой там большое событие и она становится национально так сказать известно международно известным всякая вот скажем там пропаганда скажем так в странах изгоях она это подхватывает и кричит вот там сейчас вообще америка расколется пополам малым вулкана им еще значит сейчас черная революция там еще что-то бред вот эта вся эта ахинея почему это произошло происходит средства массовой информации они не могут показывать допустим чего-то такого что не привлекает массу народа массу народа привлекает негатив вот если я например скажем сделаю видео да и напишу там я не знаю доллар ослабить доллар ослабел там на десятую процента никто смотреть не придет а что там десятая процента если я этот же самый сюжет назову допустим доллару скоро кирдык а потом расскажу что он ослабил там на одну десятую процента придется 25 раз больше народу смотреть вот это то что происходит средствах массовой информации они зарабатывают на кликах они зарабатывают на просмотрах они зарабатывают на том что люди платят за подписку дамы и так далее поэтому они притаскивают в тысячу раз больше негатива чем на самом деле есть на самом деле они снимают так пойти чтобы уже не мне было видно что там происходит когда вы посмотрите на есть кадры которые там скажем тоже фергус они как с вертолетов снимают или там с крыш здания не знаю и ты видишь что там небольшая толпа человек там 200 300 и вокруг и они отцеплены полностью полицейскими там которых еще больше чем их самих и вот собственно вот вся вот весь этот протест так что но если так навести туда близко тогда вообще кошмар есть разные суждения вот я смотрел джулиани был мэром нью-йорка и он отвечает на вопрос вот и правильно ли действует полиция в этом тёргус они и так далее он говорит знаете чего у нас в нью-йорке такого сколько хочешь у нас будет он был случай когда вот там вам миллион м марш был такой да афроамериканцы миллион человек вот они там пришли в нью-йорк и он говорит мы поставили вертолеты которые были сверху поставили полиции мы и мы сказали как только первое уголовное действие будет совершено в этот момент мы арестованы там первый камень бросили первую витрину разбили я первый раз кому-то по морде дали тут же раз и забрали и если этого не делать то это фактически получается поощрение к тому чтобы было больше по морде больше камнями больше по витринам больше грабежей и так далее и он говорит с этой точки зрения вот полиция фергус они неправильно работает говорит он они стоят вокруг эти беснуются переворачивают полицейскую машину никто не вмешивается никто не но на самом деле конечно он может быть тоже преувеличивает потому что там арестов много происходит еще раз все это снимается каждый человек известен вот про каждого известно что он делает в какой момент все заснят поэтому они там десятками их арестовывают там отправляют куда-то постараются не усугублять но но тем не менее еще раз то что показывают по телеку то что вот обсуждаются там протесты и тогда это криминальная банда это уголовники ну то есть они не уголовники в том смысле что может быть у них нет там судимости до этого не было но это люди совершающие уголовные действия с такой же легкостью как другой человек пошел подписывать вот собственно и все у них как бы не это самое мне замутиться сознание от такого поэтому вот вот то что происходит в моей интерпретации в моем изложении мою в моем понимании поскольку ярко там читаю смотрю интересуюсь тоже и в общем там опять некоторые пытаются значит дополнительное следствие чтобы там было потому что вот не все детали выяснили там и так далее но но было следствие и следствие пришло к каким-то результатам не знаю что будет дальше желающих по прыгать на этом деле там какой-нибудь бабла срубить но или реально зеленых денежек или там политический капитал желающих всегда очень много вот поэтому я бы сказал что это пример того как средства массовой информации создают проблемы которых но не то что нет но скажем так из мухи слона делает вот я бы так сказал это как бы их сущность это то как они зарабатывают на жизнь мое такое понимание счастливо